Использовать не можно, потому что не регулирую температуру. Теперь я использую как столик для работы. Перчатки, фольга, фломастеры для стекляшки, щетки. Когда начнёт больше работать, после работы можно почистить диски. Рулон бумаги, полутряпка, полбумага, тряпки одноразовые. Потом остатки, потом ложки для чего-то перемешивать. И самый главный инструмент. Инструмент, в принципе, весь наш домашний, поэтому это не куплено для гебатураман. Что здесь есть? Сейчас покажу. Отвертка, ключ, напильник. Это твоё. Я просто положил. Это относится к маслёнке, к другой носик просто. Я им не пользуюсь, не имеет смысла. Ключ. Ну и тут ещё, как бы, отвертки, но они, в принципе, не нужны. Для чего нужна отвертка, это, в принципе, меняешь диск. Четыре винта. Окей. Это пол-дюйма букса. Вот она. Головка, пол-дюйма. Да, менять диск. Теперь ключ разводной для вот этого. Почему? Потому что ты не сможешь снять диск, не отвернув кратик. Поэтому для этого нужен разводной ключ. Напильник, ты видел, для чего я использую. Просто, как бы, подпилить сам шлиф. И всё. Это инструменты. А папа ещё напомню, чтобы он просто, когда вся работа закончить, не забыл забрать, потому что, как бы, домашний инструмент. Вот. Счастигранный ключ, я не помню, я, как бы, не пользовался. Не рекомендую работать без очков. Так, это у нас, значит, масло. Окей. Масленка, где вот масленка? Масленка. Ага. Дальше. Вторая полка, что он здесь есть. У нас здесь эти жаровники для формочки. Бумага, чтобы терять руки. Стаканы большие. Одноразовые халаты. Окей. Теперь здесь запасные диски. Но не все они нужны. Допустим, вот эти диски, видишь, это вот это. Они, в принципе, не для этой машины. Они только для доводки вручную. Понятно. Запасные у нас есть один вот такой диск. Как-то это на 240. И два режущих. Товерно запасные. Теперь стекла. Окей. Это на этой полке закончили. Теперь последняя полка. Еще у нас здесь есть. Эпоксидки разного вида. Запасные шприцы для наливания. Это мы сегодня попробуем. Это мы сегодня попробуем. Я покажу что-то такое. Папа все время очень хотел. Это специальный материал, как резина. Видишь? Кастинг Крафт. Что он взял? Добавляется эпоксидку. Эта херня заходит в поры. В поры породы. И тогда под микроскопом видно это. В прошлый раз то, что я делал где-то сколько? Года три назад. У меня под ней закипела эпоксидка. Попробуем еще раз. Можно закипеть. Один такой сделал. Бразец. Жидкость для... Самое такое называется. Агент. Для... Чтобы разводить... Одна кварта. Вот написано. Одна кварта на 10 галонов. То есть вот эта вот одна кварта на 40... Считай 40 литров, да? В эту фигню влазит примерно 30 литров. Полностью. Угу. То есть, считай чуть... Ну, половиной, чуть меньше. Половину вот этой бутылки. На полный объем бутылки. Поним. То есть, соответственно, сколько тебе? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять батилела. Считай, 20 раз можно поменять. Пока не кончится. Ага. Так. И последнее, что у нас еще есть. Как бы из... Есть здесь стекла, которые папа изображаются. Понимаешь, они все заляпанные портыки. Я им не буду пользоваться. Не пользуйся, они просто так. Вдруг чего-то понадобится. И запасная. Фильтр там. Что еще у нас есть? У нас диск к заводке. Масленка. Сам станок. Здесь смотри, вот эти камушки, в принципе, я не думаю, что им им вообще будут пользоваться. Но вот сейчас объясню просто что-то такое. Эти диски нужны для заточки поверхности шлифующей. То есть ты берешь как бы и убирается, и шлифуется. То есть они как раздавают, они разных грубостей. Я не думаю, что это вообще по-настоящему. Я так предполагаю, насколько количество шлифов то, что будет, я думаю, что вообще с трудом даже диски. Рабочие поверхности, которые пока не надежны нуля. Вот сейчас он проходит, а на 55, все, он уже не проходит. Полмиллиметра цаи есть, работает. Полмиллиметра это, в принципе, достаточно, да? Я думаю, да, не очень дешевле. Держи такие твердые породы, чтобы не границами, не базальты. Это если бы поставить сплошным станком, это просто такая коммуне время огромная. Вот это диска, ну сам будешь смотреть, как он режет, таких еще есть два. Запасных. Я понял. Со станком, естественно, всегда работаю. То есть ничего-то сначала, потом... Это у нас печка. Единственное, что вечно, перед тем, как врубать ее, поставь все на ноль. Почему? Потому что она умудряется выбить с полки здесь. А, понял. Все. Значит, она подает включу. И на троечку. Примерно подает, может, чуть-чуть поменьше, чтобы он захотел. Скажем так, два с половиной, не ошибешься. Угу. Станов тут пока как бы особо не нужен, можно просто включить его, чтобы насос воду погонял. Проверяем, что кран, крантики открыты. Окей. Чтобы ничего не зацарилось. Памп включаем. Чтоб она пошла. Когда мы сегодня закончим, насос немножко такой стрёмненький, когда новая вода будет, надо будет его там поиграться с таким, чтобы он начал давление давать. А, он такой, знаешь, я понял. Ну вот. Пусть она начинает работать. Эту я разрезал, можно синюю тоже разрезать. Допустим, сейчас мы выберем, принесем образцы. Сколько? Три-четыре сделаем. Ну, четыре. Давай четыре. Сейчас выберем какие-нибудь рандомальные копейки. Сейчас. Я понял, брат. Начинаешь, просто запоминаешь, что куда ложишь. То есть, первый. У нас есть суток двенадцать штук. То есть, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, больше не надо. Но, в принципе, когда ты будешь заполнять все. Двенадцать. Да. Запишем, что у нас здесь 45, 49-52. 45, 81, 89, 44, 94, 97, и еще один 45, 22, по 25. Все. И в этом как бы много, я думаю, не будем ложить. То есть, нет смысла, как бы, делать толстые, что сегодня делать потом. А для себя, как бы, когда будешь сам делать, ты сам решишь, когда тебе, насколько тебе нужно, как бы, много этого. То есть, с одной, с полной. У тебя получается так. Он оставляет примерно, сколько мы там посчитали? Четыре мы считали, вроде полных. Пять максимум, да? У нас есть, это, так сказать, полный, это вырезанный. Итак, вот он два миллиметра, раз, столько же срезал, да? Да. У нас здесь где-то 18 миллиметров получается, 18 на 2. То есть, при желании можно сделать 9, где-то 9 на 2. То есть, четыре рабочих. Четыре рабочих. Четыре сотрется. Ну, как бы, сам из этого ориентируется. Все. Теперь засыпаем. То есть, нам нужно минимум четыре миллиметра, а дальше выше уже по требованию. Все, ну, больше, я думаю, больше не надо. Угу. 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 Это вот. И все, что все формально было. Желательно, конечно, как-нибудь, не все время загважешь, выровнять ее по уровню. Сейчас мы это сделаем, кстати. Ну, еще. У меня надоел, что он лично поливает. Поэкспериментально, в один зальем. Это заливать вот на этом этапе именно, да? Вот эта штука, чтобы поры заполнить. Да. Я бы фоксидка, кстати, по шазу, не заливал, она просто у меня закипела на месте. Вот, да. Я думаю, много, в принципе, не надо, но должно пропитаться. Посмотрим, что это получится. Так она просто потом дает цвет в порах, да? Да, она, когда она высыхает, это резина. Ага. То есть, она застывает прямо в порох. Я думаю, хватит, да? Все. Теперь, следующий этап, пока готовим эпоксидку, мы разогреем сам катер. Угу. Почему? Потому что она, когда будет заливать на теплый или горячий катер, эпоксидка сразу на тишку. Все. Все. Теперь давай готовить. Нам нужно для заполнения с самолетик у нас A и B. Окей? Это клеит на стекло. Угу. Теперь A и B. Я обычно делал в целом. В один заливаю A, в один заливаю B, а в третьем уже смешиваю. Наверное, не был, как по второй раз, да? Так надо брать. Ну, тогда мы брали по 15, по-моему. Что-то в этом дуге, да. Ну, это уже экспериментально надо запомнить, чего и на сколько хватает. Вот. Ну, опять я... Можешь заполнять? Да. Да. Это кубик два с половиной кубических сантиметра. Мы сделали каждый пополам. Да? Это значит у нас два... То есть нам нужно пять кубиков общего клея. Ну, давай сам. Я тебе не буду головоборочить просто. Ну, давай сам. Поснимай. Да. Возьми скл, тебе будет удобнее сидеть. А сколько мы тогда берем? Лучше раз у нас было... А, 15, да, я считал? Да. В пятнадцатом это хватило на раз-два... Давай, наверное... Десять? Десять. Десять. Сюда, да, заливаешь? Ну, да. Как бы, если хочешь, ты можешь сам считать по каплям, но это ты затрахнешься, можно сидеть, если за... Не на камеру, где скажешь. То есть надо остановить, там есть ОК, нажимаешь в середине. Я не понял. Ну, пока хватит. Если будет не хватать, лучше дольем потом. Этого поменьше немножко. Угу. Ты не поменьше, как бы точно у тебя пропорция написана? Тебе нужно... Ну, да. Семь на три. То есть, считай... Это самое у тебя закрыто. А, да, да, да. Я думаю, достаточно, да, сколько? Сейчас вот так. Да, да, не хватит. Так. Теперь берем шприц. Угу. Проверяем его. Ну, так. Если не нравится шприц, можно взять новый и все. Я еще подписываю его, чтобы не заблудиться. Угу. Вот две порты забираю сразу и все. Это у нас A. Ага. Угу. 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 Он приграливается к нему еще. Раз. Раз. Угу. Угу. Антально стараюсь как можно точнее это делать, а то Ну, ты знаешь, а вы или она... Луховидно мне вот тут. А, вот сейчас, сейчас. Ага. Неудобно очень. Ну, можешь капать вручную, но как тебе удобно. Чуть-чуть удобно. Чуть-чуть удобно. Вот тоже, конечно. Ну, главное, то... Воздух немного забирает. Угу. Четыре. Угу. Пять. Тут я посмотрю. Он прилипает в него так. Только одной рукой. Шесть. Нет, он получается. О, угла. Субтитры сделал DimaTorzok. Всё, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok. Блин, так он убирает, видишь, когда я его оторваюсь. Я просто пальцем прижимаю к стенке стакана и всё. Смотри. Принявить. Ну да, последний. Да. Я думал, он настолько измазан, что просто выкинем его в эту муху. Теперь 10 бей. Продолжение следует. 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 Ну вот рассчитали неплохо, как раз на 4 штучки практически. И потом на полчаса, да, мы это делаем, отряжаем. Здесь все, отлично, можно выкинуть. Вот так оно должно выглядеть у нас. Синька, она по-моему ни хрена не вышла, она жидкая, смотри. А эта твердая, синька, ну не до конца еще твердая, надо подержать еще один же. Так оно застыло внутри? Я не знаю еще, сейчас я буду ее снять. Ужас, какая гадость. Смачивать немножко днем. Аккуратненько, не торопясь. Аккуратненько. 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 Готово. Вот, будем использовать другиеGON, сучетые. Сложены все. Сложены все. Аккуратненько. Готово. на самом деле на всех крутящихся стамплях перчаток работа запущена ну ладно сейчас мы их приложим буквально чуть-чуть сточу нам главное что просто убрать следы от пилы неплохо хотя следы есть сейчас мы как бы постараться отшлифовать чтобы не осталось циркуляр что по краям есть я вижу даже если посмотреть как бы на отражение вот видишь то есть клеяные нюшки и полосы и вот здесь есть чуть-чуть еще еще потому что это сторона которая будет клеится если придаешь на стекло то есть хотя самого сколько ты считаешь если хочешь напополам дели напополам то есть где это положено стекло по стеклу здесь это нам больше уже не нужно я просто сейчас так тебе останется на память можешь примерно под стекло разрезать можешь делить ровно пополам тоже сам решишь я по всему хочу могу целиком наклеить то есть давай целиком наклеить что время тратить как скажешь мы с ним целиком не будем не пытаясь но опять таки захочешь для себя экономить вдруг если почувствуешь что много делаю брак полчасти дели напополам у тебя будет хватать на два раза ну это ты видишь насколько это мы следующий попробуем пополам поделить именно почувствовать как это ломается тогда все что нам нужно сейчас это нагреть нужное самое все высох высох все так что нам нужно только нагреть и сделать клей все и будут клей и все и и и и Продолжение следует...